Привет, друзья! Сегодня я снимаю для вас очередной осенний макияж, полностью бюджетный. Так, мы начинаем с BB-крема Garnier BB-крем Light оттенок. Вот он. Я этот BB-крем очень люблю, он хорошо ложится, он хорошо маскирует всё, что должен маскировать. И в целом он довольно хорошо держится на коже в течение дня. Мне нужно сегодня максимально быстро снять видео, потому что скоро должна прийти сотрудница Q-Lin. почистить мой дом. Поэтому мне нужно оперативно собраться. Очень надеюсь, что женщина, которая сегодня придёт, будет поприятнее предыдущей, потому что в прошлый раз как-то сотрудница очень много жаловалась на работу. Так, дальше я беру консилер Catrice Liquid Camouflage оттенок 020 Light Beige. Наношу его на область под глазами. Также на лоб, нос, подбородок, вокруг носа. Ну, в общем, на все места, где нужно какое-то экстра покрытие. Потому что BB-крем даёт хорошее покрытие для BB-крема, но при этом не такое плотное, как нужно моей коже. Он, на самом деле, очень хорош на каждый день, потому что, ну, с одной стороны, не такой плотный, как обычный национальный крем, которым я пользуюсь. С другой стороны, он всё-таки маскирует основные несовершенства кожи, выравнивает цвет лица. Дальше база под синие NYX HD, как всегда. Дальше я беру палетку для контуринга от NYX. И сначала из неё я беру жёлтую пудру, которую я буду носить на область под глазами и на верхнее веко. Изначально её нужно носить только на область под глазами, потому что она делает её ярче. Нет, ярче не то. Пытаюсь найти русский аналог слова Brightening. В общем, она улучшает цвет вот этой вот зоны. Я заодно наношу на подвижное веко, потому что в любом случае какая-то пудра там нужна, чтобы тени потом лучше ложились и дольше держались. Дальше отсюда же я беру пудру. Обычно наношу её на всё лицо. Так, у меня лицо сильно светлее, чем кожа. Так, попробуем это потом исправить бронзером. Или сейчас. Я беру вот этот вот бронзер, такой более коричневый. Не знаю, как его лучше назвать. Так, дальше я беру румяна Essence Me and My Ice Cream. Это какая-то их очень старая коллекция, но они очень симпатичного цвета. Я иногда их до сих пор использую. Так, потом прохожусь кисточкой, на которой остались остатки пудры. Просто, чтобы всё как-то максимально перемешать на лице. Дальше я беру палетку Kiss Goddess. Есть ли у него какое-то название отдельно палетки? Мне кажется, нет. Диметра. Это может быть название палетки? Типа Диметра? Может быть, вся коллекция этих палеток Goddess называется в честь разных богинь? У меня эта палетка где-то, наверное, полгода. Я только сейчас начала до этого думываться. Так, сначала я беру вот... Нет. Вот нет. Сначала я беру вот такой молочный матовый цвет. Наношу его на всё подвижное веко. Как вы знаете, сейчас я стараюсь использовать этот лайфхак. И наносить подобные тени, прежде чем я начинаю свой макияж глаз. Так, теперь я беру вот этот вот цвет, такой бежевато-рыжий, и наношу его в складку между веками. Я помню, когда у меня только появилась эта палетка, я подумала, что мне нужно будет сделать с ней такой рыжий-зелёный макияж. Я такая, я его сделаю вам, друзья, в ближайшее время. И я очень надеюсь, что это реально прошло всего полгода с тех пор, а не больше. Что, возможно, прошло больше. А я, наконец-то, только дошла до того, чтобы сделать этот туториал. Но я имею в виду. Да, тени отличные. Я просто в первый раз пробую этот оттенок, и он мне нравится. Так, этот же цвет я наношу на нижнее веко. Очень хороший, кстати, нейтральный цвет для складки между веками и для нижнего века. Например, вот на каждый день, чтобы сделать какой-то нейтральный, естественный макияж, мне кажется, этот цвет будет просто идеальный. А дальше я беру вот этот вот цвет, рыжий, и наношу его на подвижное веко. Ой, он так красиво мерцает. Он, кстати, не такой насыщенно рыжий, как он выглядит в упаковке на веках, но, тем не менее, все равно очень яркий и такой жизнеутверждающий. Я бы сказала, что это такой носибельный рыжий, потому что бывают рыжие тени, которые очень яркие. Я могу понять, что для многих это, ну, немножко-множко. А вот это, мне кажется, более носибельная версия рыжих теней. На осень рыжие тени – это вот прямо вот самое оно. Теперь я беру отсюда матовые и коричневые тени, такие темно-коричневые. И наношу их в складку между веками. Кстати, тени довольно хорошего качества, учитывая, что они такие бюджетные. Я им не так часто пользуюсь, но вот сейчас я им пользуюсь и думаю, блин, абсолютно отличная палетка. То есть, если вы на бюджете или там просто не хотите по какой-то причине тратить слишком много на палетку теней, вот отличный вариант. Так, теперь первым бежевым оттенком я растушевываю цвета в складке между веками. Так, и теперь более, как бы, такой плотной кисточкой я, как бы, втаптываю темно-коричневый цвет в складку между веками. Так, его же я наношу на нижние века. Пытаюсь нанести во внешний уголок, но, зная меня, скорее всего, нанесу где-то вот на середину нижнего века. Дальше я беру темно-зеленый цвет из этой же палетки, такой болотной, и наношу его на внутреннее, на нижнее веко во внутренний уголок. Вот что у нас получилось. Так, сейчас я этот рыжий цвет еще нанесу просто пальцем, чтобы было более пигментированно. Так, дальше я снова беру вот эту палетку для контуринга от NYX. Беру отсюда вот этот вот нейтральный такой бежевый хайлайтер, наношу его. Он, кстати, довольно мерцающий на деле. То есть он в упаковке выглядит таким немножко, ну, нейтральным. А так он блестит, что надо. И его же я наношу под бровь и во внутренний уголок глаза. У меня сегодня такой макияж с использованием минимального количества средств. Я записываю, да? Теперь я, наверное, возьму еще вот этот вот темный оттенок из палетки и сделаю немножко обконтуринга. То чего-то как-то... Дальше я беру карандаш для глаз. Even True Color оттенок Brown Sugar. Наношу его на внутренние века, на верхние века, всюду. У нас сегодня будет редкий макияж без жидкой подводки. Стараюсь снести карандаш прямо по линии роста ресниц. А теперь я беру тушь NYX. У вас за хайп наношу я нижние реснички, на верхние реснички. Как всегда. Вы ее видели. Мне кажется, она, ну, по крайней мере, по моим ощущениям, это видео должно было быть на канале до того, вот как вы видите это. Видео с новой косметикой, где я пробую косметику NYX. И там была эта тушь, и я ее толком не поняла. И вот сейчас я надеюсь, что она как-то себя продемонстрирует лучше. Так, на нижние реснички я нанесла. Дальше я беру карандаш PT. И прокрашиваю бровки. Очень люблю этот карандаш. Он абсолютно прекрасный. С другой стороны, есть тени, которые, ну, скажем так, неплохие, но им невозможно, ну, как бы точно прорисовать брови. Поэтому ими я пользуюсь крайне редко. Вот. А карандаш прямо то, что надо. Дальше гель для бровей. Пупа оттенок 001. Я очень люблю этот гель для бровей. Я говорю вам это каждый раз. Я его просто обожаю. Это лучший гель для бровей, который я когда-либо пробовала. И я его купила за собственные деньги. Вот поэтому это не то, что из серии. Я восхваляю присланный мне продукт. Нет, мне просто на самом деле очень нравится этот гель для бровей. То есть мне абсолютно не с чем его сравнить вот в плане качества. Он прокрашивает каждую бровинку. Он их укладывает. Он вот прям идеальный. Он вот именно такой, каким должен быть гель для бровей в моем представлении. Так. Теперь, когда нижние реснички высохли, можно прокрашивать верхние. Сложности макияжа для человека с глубоко посаженными глазами. Возможно, это одна из тех тушей, которые, знаете, из серии нужно там вот использовать раз 7-10, прежде чем они на самом деле могут показать весь свой потенциал. Потому что я по-прежнему от нее ничего особо не вижу. То есть она по идее должна, чем она обещает, объем и длину придавать. Я, честно говоря, не вижу ни того, ни другого. То есть мне кажется, она немного подкручивает. Ну, как бы так, немного. И не склеивает. Ну, как-то вот я бы сказала, что какая-то очень средняя тушь. Я буду ей дальше пользоваться. Возможно, как-то потом мы с ней подружимся больше, но пока... Так. И, наконец, губы. Я возьму блеск для губ Стеллари оттенок Античная роза 10. Это обычный нюд, потому что мне кажется, что у нас на глазах рыжий, зеленый. Я думала про какой-нибудь там рыженький блеск для губ, но я боюсь, что будет перебор. Вот с таким оттенком, как бы с ним невозможно ошибиться. Он всегда с любым макияжем смотрится нормально. Так, и фиксирующий спрей. У меня это Catrice Prime & Fine. Очень хороший. Итак, вот что у нас получилось. Надеюсь, что вам понравилось. Я, кстати, в домашнем платье. Я пытаюсь понять, насколько оно у меня это... Нормально выглядит еще. Вот, в общем, это все. Спасибо вам за просмотр. Хорошего дня, прекрасного настроения. В общем, всего супер-супер. Я надеюсь, что вам понравилось. Да, такой простой, быстрый, бюджетный макияж. Не слишком яркий, но не слишком однотонный. В общем, я постаралась. Спасибо вам. Да, все, хорошего дня. Я каждый раз просто заваливаю вот эти вот... Аутро. Я просто в какой-то момент начинаю болтать. Слишком много. В общем, все. Люблю вас всех. Пока-пока. Апдейт про Кьюлин. Барышня пришла и ушла. Убралась всего за три с половиной часа. При том, что у нас двушка. И обычно они у нас убираются часов там пять-шесть. Иногда даже больше. Три с половиной часа. Все просто идеально чистое. И сама барышня прямо замечательная, чудесная. Я не знаю, можно ли как-то вот выбрать в программе. Ее зовут Диана. И она просто, просто the best. Это видео не спонсорское. Просто мне кажется, что я вначале довольно негативно прозвучала насчет Хьюлины Сильтам. Ну, потому что у меня был довольно разный опыт вот общения. И я, честно говоря, после последней барышни не хотела вообще с ними больше работать. Но муж их заказал. Я думаю, ладно, окей. Вот. И, в общем, пришла просто лучшая их, наверное, сотрудница. Вот. И оказывается, что в программе можно выбирать, чтобы вот там женщина, которая приходила, если она понравилась, чтобы она приходила и дальше. Вот. Поэтому я, безусловно, буду это и дальше делать. Вот. Так что я просто вот хотела вам сказать, потому что я думаю, что... Ну, точнее, я знаю, что многие, например, там мои друзья тоже пользуются услугами таких вот агентств. Вот. Я хотела вам рекомендовать, что как бы, да, очень удачный опыт. Вот. У меня чистая квартира. Вот. Всё. Пока. Ха-ха.